Добрый день, уважаемые журналисты, добрый день, уважаемые коллеги. Честно сказать, я не думал, что спустя два года после революции достоинства придется говорить о прописных истинах, о вещах, которые тревожат бизнес, о вещах, которые беспокоят каждого из нас. О коррупции, трейдерстве, вмешательстве, деятельности общественных организаций. Торговая и промышленная палата на сегодняшний день – это крупнейшая по численности организация, представляющая бизнес, содействующая развитию экспорта, содействующая привлечению инвестиций, расположенная во всех регионах нашей страны, столкнулась с уникальным явлением, явлением, которым мы называем давление на деятельность независимой бизнес-организации. Столкнулись, по сути, с рейдерской атакой, с организованной деятельностью группы людей, которые конечной целью ставят одно – дискредитировать деятельность торгово-промышленной палаты, захватить ее и использовать ее в узкокорыстных, коммерческих, политических целях, с целью личной выгоды. На протяжении двух лет торгово-промышленная палата практически ежедельно, ежемесячно испытывает давление контролирующих и правоохранительных органов. И эта деятельность организованная, целенаправленная. Я это могу четко утверждать. Я приведу только один простой пример. Как это может быть, чтобы в один день в торгово-промышленную палату с трех разных правоохранительных органов пришли три представителя и предъявили 27 повесток сотрудникам торгово-промышленной палаты явиться на допрос? Мы в течение двух лет испытываем постоянное давление. Оно проявляется и в двух уже обысках торгово-промышленной палаты. Давление на руководство, на моих коллег. Вопрос простой. Что такого в простой или такой, в общем-то, обычной бизнес-ассоциации, хотя и мощной и представленной по всей стране? Все очень просто. Когда вкладываются миллионы в грязную информкомпанию, когда объединяются бизнес-рейдеры, несостоявшиеся политики, популисты-депутаты, когда у них есть определенная смычка с органами власти, с органами-правоохранителями, то получается очень сложный коктейль. Коктейль давления со всех сторон. И это приводит к тому, что в настоящее время торгово-промышленная палата стоит перед огромнейшим вызовом, который, наверное, впервые в ее истории. И в решении этого вызова будет лакмусовая бумажка для нашего общества, для нашего бизнеса. Или бизнес потеряет надежду в справедливость, в то, что в нашей стране проходят успешно, и должны проходить успешно реформы, и всякую надежду. Или же они убедятся. Если такая мощная организация, общественная организация, как торгово-промышленная палата, не в состоянии защитить свои интересы от проверяющих, контролирующих организаций, от давления грязного пиара, то что можно сказать о просто обычных предпринимателях в малом и среднем бизнесе. Используют грязный пиар во всем, чтобы столкнуть руководство с палатой, с региональными палатами, столкнуть с органами власти, столкнуть с бизнесом. Мне часто говорят, вот Чижиков, руководитель торгово-промышленной палаты, является ставленником Януковича, Пшонки. И абсолютно четко и конкретно хотел бы заявить, я не являюсь ставленником ни Януковича, ни Пшонки. Я являюсь ставленником тысяч представителей бизнеса, которые представляют торгово-промышленная палата Украины. В мае прошлого года с целью перезагрузки торгово-промышленной палаты, с целью реформирования торгово-промышленной палаты, она провела честные, открытые, демократические выборы. И бизнес поверил мне, и я сейчас возглавляю торгово-промышленную палату. Мы проводим ее реформирование. У нас есть стратегия до 2020 года. Но мы видим, что это не дает покоя. Не дает покоя то, что палата становится все более европейской. Нас поддерживают международные организации, мировые организации. Палата достойно несет свой уровень на мировой арене, представляя бизнес Украины, представляя интересы наших членов палаты. Это давление продолжается. И я, как вы знаете, был вынужден обратиться с прямым письмом к президенту Украину Петру Алексеевичу Порошенко с просьбой разобраться в этом процессе. Просьбой вмешаться в этот процесс. Потому что он, как гарант Конституции, гарант законности должен разобраться, правильно ли это, что в дела негосударственной организации, где в законе о торгово-промышленной палате Украины четко написано, что государство не вмешивается в дела торгово-промышленной палаты, так же, как и палата не вмешивается в дела государства, идет целенаправленная работа по дискриминации и воздействию в том числе государственных органов на торгово-промышленную палату. Мы призываем Петра Алексеевича и просим его в публичную диалогу. Мы просим обсудить важность и значение такой мощной национальной бизнес-ассоциации, которая стоит активным защитником проведения реформ, поддержки реформ нашей страны, привлечения инвестиций нашей страны, продвижения нашего экспорта за границу. Для нас это важно. Я хотел бы уверить, прежде всего, членов торгово-промышленной палаты, что торгово-промышленная палата сильна. Она проводит крупные акции в поддержку бизнеса, продвижение наших товаров за рубеж. И мы обязательно выставим. Мы победим. Спасибо большое. Дякую, пану Гнадию. И сейчас до слова запрошусь Денис Сыпин, адвокат торгово-промышленной палаты Украины. Прошу. Добрый день. Я, как адвокат, прежде всего, хотел бы обратить внимание на те обвинения, абсурдность обвинений, которые сейчас предъявляются торгово-промышленной палатой Украины. Некоторые общественные деятели и политики сейчас ставят в укор палате следующей фразой. Ну, что вы боитесь, что вас преследует милиция или прокуратура? Они разберутся, проверят документы и, конечно же, установят истину. И если вы ни в чем не виноваты, так чего же вам бояться? Я бы хотел акцентировать внимание, чего боится палата на сегодняшний день и почему мы обращаемся в торгово-промышленной палате к журналистам, к общественности и к наивысшим руководителям страны. Первое обвинение, которое было в отношении палаты, связано с растратой государственных средств. Однако у палаты никогда не было в своем распоряжении государственных средств. Их и не могло быть. Мы не могли растратить то, чего не было у торгово-промышленной палаты. Однако такое обвинение кочует посредством массовой информации и возбуждает интерес общественности, так как это звучит очень убедительно и многие путают общественную организацию бизнес-ассоциацию с государственным органом. У палаты нет государственных средств, поэтому ничего государственного торгово-промышленная палата Украины растратить не могла. Второе обвинение связано с неуплатой налогов на сумму более 40 миллионов гривен. Действительно, есть два акта налоговой инспекции, которая установила недоплату на гораздо меньшую сумму. однако уже год и полгода назад административные суды Украины приняли решение в пользу торгово-промышленной палаты, признав обвинения в адрес о неуплате налогов полностью необоснованными и неправомерными. Таким образом, нету никакой неуплаты налогов и нам даже не нужно защищаться от этого, поскольку это уже установил суд. Дальнейшее обвинение торгово-промышленной палаты связано с тем, что якобы некоторые активы палаты, находившиеся в Крыму, остались и достались агрессору. Это полный абсурд, поскольку торгово-промышленная палата Крыма является самостоятельными юридическими лицами. Торгово-промышленная палата Украины не является их учредителем и никоим образом не контролирует крымские палаты. Соответственно, если бы даже палата предприняла меры, например, перевела бы себе деньги, что невозможно, или приехала бы, забрала папки с документами и какие-то компьютеры, что это был бы грабеж. Мы не имеем права, торгово-промышленная палата не имеет права вмешиваться в хозяйственную деятельность крымских палат. И соответственно обвинять, что не предприняли меры, это полный абсурд. Такой же точно абсурд обвиняет торгово-промышленную палату в других, которые сейчас на сегодняшний день в прессе обвинениях. Они все полностью безосновательны. И этому есть простое обвинение. Для того, чтобы понять это, необходимо говорить про процессуальный кодекс, про процесс. Следователь действительно имеет право для того, чтобы установить истину по делу, вызывать свидетелей. Однако, когда следователь в вопросе неуплаты налогов начинает вызывать на допросы слесаря, уборщика, секретаря торгово-промышленной палаты, то понятно, что он, как человек разумный и обученный, понимает, что никакой информации, которая бы помогла следствию, эти люди, технический персонал торгово-промышленной палаты, дать не могут. однако, их вызывают? Конечно же, люди боятся. Люди понимают, что у палаты какая-то проблема, раз их вызывают. Они обращаются к руководству, они обращаются к членам палаты, они говорят, кто защитит нас. И именно на этот эффект рассчитывают те люди, которые стоят за этой атакой правоохранителей. Каждое уголовное дело, которое на сегодняшний день возбуждено и расследуется, имеет определенный понятный алгоритм. Следователям ставят задачу «Пожалуйста, терроризируйте палату». Как можно больше повесток, как можно больше обысков, как можно больше различных запросов, чтобы люди чувствовали давление. Но когда мы говорим о том, кто дает такие указания следователям, необходимо обратить внимание, что лучшие следователи Службы безопасности Украины, главного управления, полгода бросают свои дела против государственной измены, против террористов и занимаются делом об отделке якобы бухгалтерского документа дочернего предприятия торгово-промышленной палаты. Это невозможно, это запрещает прямо кодекс. Но единственное объяснение, которое мы получили, что следователям разрешило это дело и указало, чтобы они вели Генеральная прокуратура Украины. Точно так же следующее дело, возбужденное в Главном управлении МВД Украины на Богомольце следователи находятся. Точно так же их деятельность, их причастность к этому делу определена Генеральной прокуратурой. Возникает закономерный вопрос, кто может переломать всю правоохранительную систему и криминально-процессуальный кодекс и приказать лучшим следователям страны начинать процессуальную травлю ТП Украины и заниматься только этим. Это люди такого уровня, таких высоких кабинетов, которые определяют приоритеты работы правоохранительных органов. Они способны обязать прокуратуру выполнять их незаконные распоряжения. Они способны запугать следователя и так его мотивировать, чтобы он бросил свои дела, которые ему положено исполнять согласно процессуального кодекса и закона и заниматься травлей торгово-промышленной палаты. Конечно же, дело идет о самых высоких кабинетах нашего государства. Только там находятся такие люди, которые могут управлять системой в ручном режиме, заставляя следователей делать беззаконие. На сегодняшний день официальных претендентов на главу атаки на торгово-промышленную палату мы не знаем. Официально нет документов, которые бы говорили о том, что тот или иной чиновник причастен к травле торгово-промышленной палаты. Однако в прессе постоянно называются фамилии. Я думаю, что пресса, имея своих информаторов, знает, откуда она берет эти сведения, что это из администрации президента, например, Ковальчук. Что к этому причастен Дубовой Александр Федорович, бывший депутат Верховной Рады и член фракции ДУД, который также понятно его коллега Кужель возглавляет информационную атаку на торгово-промышленную палату, рассылает очень грязные письма в различные инстанции. обвиняет в том, на что нет доказательств ни у кого, и уже это проводилось неоднократно, журналистские расследования, которые показывали, что кроме голословных обвинений больше ничего нет. однако возвращаясь к процессу, на сегодняшний день следователи ничего не расследуют. Они вызывают людей на допрос, спрашивают, как их зовут, где они живут, с кем они живут, какие их должностные обязанности в торгово-промышленной палате, после чего отпускают с Богом. Все. И так происходит массово. 10-15 человек в неделю вызываются на допросы для того, чтобы узнать, как их зовут и где они живут. Что это значит? Это значит, что следователи не ставят перед собой целью раскрыть истину по делу или привлечь кого-то к ответственности или оправдать. Это исключительный процессуальный террор. Именно поэтому президент Украины как гарант соблюдения конституционных прав и свобод граждан должен вмешаться в этот процесс. Торгово-промышленная палата Украины готова к публичному диалогу. Пускай выйдут настоящие обвинители торгово-промышленной палаты публично на люди перед журналистами и скажут, в чем они конкретно обвиняют палату. Предоставят доказательства, которые у них есть, а палата ответит им своими доказательствами. И тогда общество в том числе и Верховной Рады Украины, и администрация президента, и генеральная прокуратура мы надеемся поймет, если там есть люди заинтересованные в истине, если это не то, чтобы им заплатили или мотивировали, чтобы они травили, процессуально устраивали террор торгово-промышленной палаты, то они должны выйти на публичный диалог и показать, что у них есть против в торгово-промышленной палаты. Я именно к этому и призываю все органы правоохранительные государственной власти необходимо вести открытый диалог. Если есть обвинения, покажите, если нет обвинений, прекратите процессуальный террор, поскольку вы унижаете не только предпринимателей Украины, но и следователей и всю правоохранительную систему, которая работает в ручном режиме и делает ваши заказы, которые никак не совмещаются с уголовным кодексом, с уголовно-процессуальным кодексом и специальными законами о правоохранительных органах. Спасибо. Дякую, пане Денису. До слова запрошусь Олег Лиховит, голова комитету предпринимателей рынка финансовых послуг при торгово-промышленной палатке Украины. Прошу. Дякую. Добрый день, шановные друзья. Чтобы не забирать часу, я скористаюсь записом, но тем больше я буду говорить от большой армии членов палаты, чтобы не спотворить смысл. Поэтому прошу обратить внимание на мои слова. На жаль, украинский бизнес имеет герой и очень много рейдерских атак. Поэтому очень турбует ситуация вокруг нашей торгово-промышленной палаты. Занадо много забегает фактов. Кроме того, надзвичайно тревожно есть абсолютно закрытость будь-яких претензий до палаты. Все, что сейчас было озвучено, это только наслідки того, что происходит, и что мы можем только судить из окремих публикаций, но официально никакой позиции не заявлено. Причем палата это даже не акционерное товариство. Она належит членам палаты, это 9000 предприятий Украины. Палата вызвана в свете представником украинского бизнеса, так бы мовити, векно украинского бизнеса послугами палати щоденно користуются не меньше как тысячи предприятий по всей территории Украины. Еще не минув рік, как члены палаты провели свой съезд, дали позитивную оцинку деятельности палаты, подбили підсумки, обрали керівництво, члены палаты доручили, довели керівництво палату и нынешнему складу президенту, ми затвердили програму розвитку стратегии палаты до 20-го року, яка має допомогти українскому бізнесу вийти в Европу, вийти в весь світ. И повторюсь, тому членов палаты очень турбуются ця ситуация и не может не огурювать. Ланцюг описаний подій нагадует все эти типовые рейдерские атаки, которые мы спостерегали последние 20-ти годы. Больше того, в очах наших зарубежных партнеров вся эта ситуация выглядит практически как ляпас украинскому бюзнесу. Мы и без того не можем похвалиться привабливым инвестиционным климатом. И все, что вы почули, не на користь ему и только сгущуются хмари недовіри до Украины. Саме тому украинский бюзнес, который створил палату, не может оставаться острым. Он мает намер отставить права палати, свои права, свои права на самоорганізацию. Мы вимагаем полной прозорости и публічности в претензиях до палаты, если они реально существуют, и мы поддерживаем заклик до президента Украины провести открыто и публичное обговорение какнайширше всех вопросов, которые возникли около палаты. Спасибо. Спасибо, Пане Олеже. До слова запрошусь Расим Бекмазджи, глава Комитета Завнешнего экономических звездов Туреччины Деловой Ради Туречного Мировое сообщество пристально наблюдает за сложившейся ситуацией вокруг Торгов Комитета Украины и то, что происходит с президентом Геннадий Чирьковым. Все обвинения построены на домыслах и предположениях, по моему мнению, которые не имеют права на существование в таком правовом государстве, Украина. ТПП Украины уже 25 лет благотворно, ответственно и успешно сотрудничает с нашим Деловым Советом Турции и множество других стран Деловым Советом и бизнес-организацией. Основная задача ТПП привлечь инвесторов в Украину защищать интересы не только иностранных инвесторов, так же и местных инвесторов и местных предпринимателей тоже. За многие годы коллектив ТП зарекомендовал себя как надежного и ответственного партнера в работе, к развитию и экономическое возрастание наших всех стран. Вот на сегодняшний день то, что происходит в Старовой промышленной палате, конечно, насраживает мировое общество. Если такой институт, большой, мощный институт не сможет защищать свои права, свои интересы в правовом поле перед законом, а что же говорить о простом инвесторе, который имеет интерес приехать в Украину, в Украину работать, инвестировать и о перспективах будущего. Мы как международное сообщество, бизнес-общество выражаем надежду к привлечению общественности к совместному анализу случившейся ситуации и поиску правового пути к решению данного вопроса. Спасибо. Дякую вам, коллеги. Переходим до вопросов журналистов. Коллеги, если есть вопрос о уточнении, пожалуйста, представьте и адресу. Дякую. Олена Святовицкая, делалый висник. Павел Геннадьевич, скажите, пожалуйста, че є какая-то ответ на ваш лист? Как поставили до этого листа ваші партнери и представители державных органов влади? Дякую. Дякую за запитание. Мы направили лист к канцелярию администрации президента. Мы сделали его публичным. Кроме того, мы его сделали публичным и для наших партнеров из-за кордона. Потому что для нас очень важливо, что эта информация, и твой бруд, который идет в торгово-промисловой палаты, он получил достойную информацию. На сегодняшний день мы еще не отримали никакой ответственности от администрации президента. Но мы понимаем, что мы за несколько дней переживали непростые часы, и сейчас переживаем связанные с парламентским кризисом, который у нас есть. Но мы понимаем, что мы ждем. И потому, что наша пресс-конференция еще раз просила бы обратить внимание и просила бы президента до активного диалога с бизнесом с торгово-промисловой палатой. Но я хотел бы сказать, что до этого листа уже притягнута увагу многих наших партнеров за кордоном, международных организаций Евро-Чамберс, международной торговой палатой и других. Они ждут на ответ и ждут решения этой проблемы. Дякую. Дякую, Кулайович. Есть еще вопросы об уточнении? Я хотел бы сказать, торгово-промисловая палата это организация, которая представляет бизнес. Она представляет бизнес через региональные торговые-промисловые палаты. И сейчас я бы хотел бы так. Это кому-то хочется так показать. Я знаю, что сейчас по Украине той же самой информации тот же самый пан Дубавий и с ним кілька людей выезжают и намагаются спілкуваться с декольками нашими коллегами. Но по моей информации большинство региональных торгово-промисловых палат чётко дали ответ, что торгово-промисловая палата это независимо бизнес-організація. Мы сами вырешиваем. А то, что у деяких східных регионов одного или двух президентов есть своя собственная думка, то это питание часу. Я абсолютно думаю, что торгово-промисловая палата единая організація. Бизнес поддерживает нашу стратегию, нашу реформаторскую политику. Сделайте так, что торгово-промисловая организация поддержки всего бизнеса и представительства ее в эксперт нашей продукции и за кордоном. Дякую. Виколаевич, есть еще вопросы или уточнение? Новый Сергей, кориспондент ГРГ, наша версия. У меня до вас, ну, до президента торговой палаты декілька запитаний. Первое, запитание, че было вам оголошено подозру прокуратурой? Нет. Не было. Друге питание стосуется щодо обшуку вашему помешканню, что прокуратура там шукала и че взагалі був ордер на обшук? Я хочу бы сказать, что это было минулой середине, я был в отряджении, и как в старые, знаете, часы сталинских кто сдав Крым. Они шукали документы, подтверждающие что-то, я не знаю, в моем помещении, дома, в помещении почесного консула Франции, какие-то документы, которые подтверждают, что торговая промышлая палата как раз сдала Крым или что-то это просто несомнительница, это просто не хочется даже коментовать, и я бачу и понимаю, что это все действие спрямованы на психологическую атаку и дискриминацию меня, как руководителя и в целом торгово-промисловой палаты. Дякую. Еще у меня третье запитание щодо выключения документов и втручения в сервер выключения жорстких дисков в торгово-промисловой палате при обшуку дестабилизировало работу торгово-промисловой палаты в Украине? Я был присутнен на обшуке для отвечения на это вопрос. Действительно обшук проводился с силами Национальной полиции места Киева. В то время обшуку были выключены несколько серверов и несколько компьютеров и действительно это парализировало работу торгово-промисловой палаты. Но не только то, что выключено было, а и то, что помещение практически целую время было закрыто для предупреждений. Это очень болезненно для торгово-промисловой палаты, которая ведет открытую политику. Людей не пускали, стояли работники милиции в форме, которые запрещали заходить, выходить из палаты, проверяли особистые сумки. Это было також заведение полиции, для нашей думки, не в том, чтобы выключить сервер или что-то еще. Там нет никакой информации, которая их интересна, не имеет преступления и не имеет действий, которые сейчас в палате. А именно психологический тиск. Они показывали работникам, отведающим палаты, что они могут закрыть палату, могут забрать все, что они хотят, могут парализовать работу палаты, и им за это ничего не будет. Вот именно так они себя поводили. То фактически никаких доказов, которые могли допомогти следствию, не было. Дякую. Я перепрошу, на минулой пресс-конференции, когда там выступал ваш коллега, вецепрезидент палаты Михайло Непран, было знаменитено несколько народных депутатов у срок рейдерского закопления, а еще заступник главы адміністрації президента Віталій Ковальчук, я нахуй думку его роль у всех этих подъях и его решительности, если есть. Дякую. Дякую за запитание, я хотел бы сказать первое про депутатов. У нас это не секрет, вы можете поделиться информационно просто, кто у нас безконечно турбует, обвинувач и так далее. депутатов. Я уже встречался с паном и куш и не могу понять, что у нас есть прямые претензии. Потому что используются очень брудные технологии иногда, когда они Вы видели несколько пресс-конференций, в том числе депутата Суслова, я про других не говорю, потому что большинство депутатов, которые там что-то писали или направляли, после того, как они ознайомились с деятельностью торгово-промисловой палаты, они на словах взяли большинство своих претензий и так далее. Поэтому я всегда запрошу всех депутатов, чаще заходьте до торгово-промисловой палаты, чаще принимайте участие в наших действиях, и тому у вас будут больше обеспечены этих вопросов. А что касается этого вопроса, касается администрации президента, я бы сказал так, у нас всегда были достаточно хорошие отношения с администрацией, это исторично, потому что палата завжди, представляющая интересы бизнеса, співпрацювала и с администрацией президента, и с кабинетом министров. Что касается пана Ковальчука, то я бы сказал так, что у нас были с ним работые отношения, но по информации, которую я еще не могу подтвердить, и так далее, говорится про то, что деяких моих коллег из оригинальных торгово-промисловых палат, были дзвинки с приемальними пана Ковальчука, который запрошил и так далее, и так далее. Я думаю, что было бы важно, чтобы он сам спростировал, что он никакого отношения до этих помещенников, которые используют эти возможности, я думаю. Потому что, когда так, то это прямое втручание в деятельность торгово-промисловой палаты. Мы всегда понимаем важность такой важной организации, как и институции, как и администрации, и это для нас всегда институция, которая должна поддерживать бизнес. Потому что в нашей деятельности, мы всегда с повагой относились до институции президента, и для нас очень важно иметь профессиональные и рабочие отношения. Я думаю, что нужно разбираться в этих вопросах. Спасибо. Вот это последнее уточнение. Я на этом завершу. Можно сказать про малый и средний бизнес. Ведомо, что в палате сейчас проводится великий донорский форум, где презентуются программы технической поддержки малого и среднего бизнеса. Отже, на вашу думку, насколько реально они могут ввести наш бизнес на новый уровень развития? Спасибо. Это вопрос. Действительно, сейчас более 600 предприятий, предприятий из всех куточков нашей страны, а также бизнес-социации, принимают в первом национальном форуме инструментов и механизмов поддержки технической помощи малому и среднему бизнесу. Это наша политика. Наша политика объединяется на платформе торгово-промышлого и палаты у всех международных донорских организаций, которые должны поддерживать малый бизнес. Мы подразумевали, у нас в нашей стране сейчас 27 международных программ, которые направлены на поддержку малого и среднего бизнеса. И наша главная цель – это поддерживать бизнес. Я бы еще хотел бы сказать буквально несколько слов, я бы еще хотел бы вернуть, это для меня очень важно, что на этот уикенд в нашей торгово-промышлой палате будет проходить очень важная такая дея, это «Украина шукает стартапы». Мы ожидаем 1200 молодых людей из всех этих точек, которые будут шукать свои инвесторы и так далее. Но это вопрос такого-иншого. Я бы хотел бы, уже мы закончим, да, я бы хотел бы еще раз в цивилизованном государстве, в цивилизованном государстве, в демократическом. И все возможности мы должны давать возможности, как рейдерские атаки, не только по отношению до бизнеса, не только по отношению для бизнес-ассоциаций, грамадских организаций. А в целом, мы должны выбросить из нашего лексикона это и стати поруч один с другим. Я бы хотел еще раз нагласить на то, что торгово-промышлова палата – это единственная организация, мы будем противостоять всем рейдерским атакам торгово-промышлова, защищающие интересы бизнеса. И, за своего боку, я бы еще раз хотел бы запросить до публичного диалога нашего керенника держави Петра Олексійовича Порошенко для того, чтобы судить все вопросы, которые набрали с точки зрения торгово-промышлова палата, объединение бизнеса и проведение реформ с точки зрения других вопросов нашего общества. Спасибо за ваши часы. Спасибо, господин Глади. Спасибо, коллеги. На этом все ваши просконференции. До встречи.